Тема урока «Виды экономических систем». На этом уроке мы рассмотрим основные типы экономических систем, их основные характеристики, плюсы и минусы. Способ организации хозяйственной жизни общества, с помощью которого решаются главные вопросы экономики, что, как и для кого производить, называется экономической системой. Экономические системы различаются между собой формой собственности на средства производства, уровнем технического развития и способами координации хозяйственной деятельности людей и предприятий. Рассмотрим традиционную экономическую систему. Она характерна для аграрного общества, существует тысячелетия. В основе этого способа организации экономики лежат обычаи и традиции, передающиеся поколениям. Используются отсталые технологии и преимущественно ручной труд, общинная собственность на средства производства. В условиях замкнутого натурального хозяйства, когда все производится для личного потребления, главные вопросы экономики, как правило, не решаются. Экономические роли определяются наследственностью или сословной кастовой принадлежностью. Нет конкуренции, разделение труда, рынка труда, экономической свободы. У этой системы есть преимущества. Простота организации, преемственность в обществе и экономике, низкий уровень загрязнения окружающей среды. И недостатки. Низкий уровень доходов, их нестабильность, нехватка произведенных продуктов, беззащитность перед силами природы. Рыночная экономическая система основана на преобладании частной собственности, товарном производстве, конкуренции и свободе предпринимательства. Предприниматель и потребитель свободны в своем выборе на рынке товаров и услуг в условиях конкуренции. Каждый из них сам отвечает за последствия принятых решений. Вмешательство государства в экономику минимальное. Его роль заключается в создании законодательной базы, антимонопольной деятельности, защите личной собственности. Главный мотив экономического поведения – личная заинтересованность. Плюсы такой экономики. Свобода выбора производителей и покупателей. Эффективное перераспределение ресурсов. Свободное ценообразование под влиянием спроса и предложения. Повышение качества товаров и услуг, рост технического прогресса, быстрая адаптация к изменяющимся условиям. Минусы. Нестабильность развития. Экономические кризисы приводят к инфляции и безработице. Ограниченное финансирование науки, образования, социальных проектов, загрязнение окружающей среды. И частое разорение производителей малого и среднего бизнеса, не выдержавших конкуренции. Схематично рыночную экономику можно изобразить так. Обратите внимание, что есть не только прямая, но и обратная связь между участниками экономических отношений. Благодаря этому производитель достаточно оперативно может реагировать на сигналы своих партнеров, в том числе и изменять цены на свою продукцию. Административно-командная экономика, также ее называют плановая, централизованная, это экономическая система с преобладающей государственной собственностью на средства производства и природные ресурсы. Основные черты. Государство является единоличным собственником средств производства экономических и природных ресурсов. Государственный хозяйственный план имеет статус закона. Плюсы. Устойчивое развитие без экономических кризисов, экономическая и социальная стабильность, возможность концентрации усилий и ресурсов на отдельных направлениях экономической деятельности, низкие цены на товары повседневного спроса, нет явной безработицы, гарантированная занятость, гарантированная оплата труда. Минусы. У производителей и потребителей нет свободы в выборе товаров и услуг, отсутствуют экономические стимулы к труду при уравнительной оплате труда, низкое качество продукции при дефиците на большинство товаров, медленное развитие экономики и малое использование достижений научно-технического прогресса. Этот тип экономических отношений мы также можем изобразить схематично и сравнить с рыночным. Обратите внимание, здесь нет обратной связи между производителем и потребителем. предприятие выпускает продукцию согласно плану, и потребитель покупает товары согласно этому же плану. Выбора у него нет. Рассмотренные экономические системы в чистом виде не существуют. В большинстве стран смешанная экономическая модель. В этой системе взаимодействуют и дополняют друг друга рыночная система и государственное регулирование. При этом частная и государственная собственность равноценны, работают частные и государственные предприятия, распределение ограниченных ресурсов осуществляется как рынками, так и государством. Государство осуществляет налоговую, антимонопольную и социальную функции, что способствует развитию экономики и повышению благосостояния населения. Получается, что участие государства сглаживает недостатки рыночной экономики. Оно принимает активное участие в предоставлении социальных благ и осуществлении социальных гарантий, привлекая к этому различными способами и частных предпринимателей. Нет единой модели смешанной экономики. В разных странах складываются свои собственные модели. Они отличаются соотношением видов собственности и различным сочетанием секторов экономики, способами взаимодействия рыночных механизмов и государственного регулирования. Выделяют американскую, германскую, шведскую, японскую и китайскую модели смешанной экономики. Плюсы такой экономики – социальная направленность, финансирование внерыночных структур, образование науки, культуры, перераспределение доходов с помощью налоговой системы, социальные гарантии, предотвращение экономических спадов, безработицы, инфляции, борьба с монополиями. Минусы в том, что не существует готовых вариантов модели смешанной экономики. Каждая национальная экономическая система вырабатывает ту модель, которая подходит именно ей. Итак, задачей любой экономической системы является эффективно использовать имеющиеся ограниченные экономические и природные ресурсы доступными ей способами, решая главные вопросы экономики – что, как и для кого производить. То, какая экономическая система существует в каждом конкретном государстве, зависит от многих факторов – исторической реальности, уровня экономического развития, идеологии, которые определяет политическое существование государства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова